Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Григуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Поддержать на уровне власти и оказать посильную помощь. Глава Самары Елена Лапушкина проверила работу ТОС Зубчининовский, активисты которого занимаются сборкой и отправкой вещей первой необходимости на Донбасс. Отработал более 180 тысяч сообщений, как строится работа муниципального центра управления Самары. Донорство, экология, помощь тем, кто в этом нуждается. Студенты-волонтеры под руководством наставника обсудили трудности, с которыми сталкиваются в работе. Поддержать на уровне власти и оказать необходимую помощь. Глава Самары Елена Лапушкина посетила ТОС Зубчининовский, активисты которого занимаются сборкой и отправкой товаров первой необходимости на Донбасс. Неравнодушные жители города собирают гуманитарные грузы и отправляют в зону специальной военной операции одежду, лекарства, продукты питания, маскировочные сети. Глава города посмотрела, как реализуются инициативы населения и выяснила, нужна ли волонтерам дополнительная помощь. Тему продолжит Ольга Павлова. Когда город только просыпается и готовится к новому дню, Анастасия Катышева уже в пункте сбора гуманитарной помощи. Сегодня она принесла теплые вязаные носки и перчатки. Каждый солдат, выполняющий боевые задачи в зоне СВО, должен быть одет, обутно, окормлен, защищен и уверен в том, что дома его любят и ждут. Это наши ребята, наши отцы, дедушки, дяди, братья, друзья, знакомые. Как им не помогать, если им нужна помощь? Одежду, обувь, лекарства, продукты питания. Активисты ТОС Зубчининовка начали помогать нашим бойцам фактически с начала специальной военной операции. За это время их силами, силами волонтеров и неравнодушных жителей города на Донбасс было отправлено около 45 тонн гуманитарного груза, 26 машин. Наше сообщество, оно самое первое, было в Макеевке 6 января, куда отправили груз. Плюс не только закупаем продукты питания и одежду, плюс еще УАЗ был куплен. Вы знаете, очень много пенсионеров, бюджетников помогают, ну и предприниматели Зубчининовские по сильной помощи оказывают. Координатор волонтерского движения Ирина Суфиджанова вспоминает, как ехали в Макеевку, затем в Белгород. Говорит, страшно не было, было лишь огромное желание поскорее довести гуманитарку тем, кто в ней больше всего нуждается. Уже дома в Самаре узнала, как бойцы хвалили борщ, приготовленный волонтерами по специальному рецепту. Сидим вечером на дежурстве, захотели кушать. Мы сначала не поняли, что залили кипятком. Как вы смогли сделать так, что мы за тысячи километров сидим в окопе и ели мамин борщ, который у нас приготовляет мама дома. Это же надо же, как вы все, любовь какую вложили туда. Печка самодельная, сделана в гараже. Сверху готовить можно, греться, сушить. Чтобы смастерить эту печь, нужно совсем немного. Смекалка и пустой газовый баллон. Такие конструкции в зоне СВО на вес золота, особенно в зимний сезон. На ней можно приготовить еду, высушить белье и просто посидеть рядом, вспомнив родных, близких и теплое самарское лето. Я вас обязательно, председатель ТОС, соберу, потому что опыт у всех такой очень уже наработанный и колоссальный. Во-первых, вот просто поделиться, да, кто-то может не знает, а кто-то еще не знает, кому присоединиться, как-то в своем соку вариться. И вот вы расскажете, и другие девчонки расскажут тоже, как они работают. Представители территориальных органов местного самоуправления помогают не только товарами первой необходимости. Галина Димова показывает мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей. Плетет по инструкции. Сегодня для весенне-летнего периода. Сеть должна быть заполнена на 70% и имитировать природные элементы, листвуя землю. Состоит тканевая конструкция из сплетающихся квадратов. Сначала делается змейка. И плетем. Шесть квадратиков сюда, шесть квадратиков сюда. Плетется в шахматном порядке. Одна сверху, другая снизу. Маскировочные сети скрывают военную технику и укрытие бойцов. Их делают из простой сетки, куда вплетаются полоски ткани разного цвета. Для маскировки в теплые и холодные сезоны. Одни волонтеру приносят ткани, другие режут, третий плетут. Для этих целей православный храм иконы Божьей Матери, услышав об инициативах населения, выделил отдельное помещение. Помогать едут из всех районов города и области. Здесь вот этот вот квадратик открытый. Квадратик допускать нельзя, одевочек не очень. Обязательно в этом открытом квадратике, если у нас уже четвертый, четвертый получается оба, здесь обязательно должен быть вот балстучик. Одна из основных задач органов местного самоуправления – поддержка инициатив населения. Особенно когда это касается ребят, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. На сегодняшний день со стороны Министерства обороны военнослужащие обеспечены всем необходимым. Существенный вклад внес губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава Самары Елена Лапушкина неоднократно подчеркивал, что таким инициативом добровольческих объединений городская администрация всегда готова оказать поддержку, чтобы они развивались и дальше. Кроме того, администрация Самары оказывает помощь семьям военнослужащих, контрактников и добровольцев Самарского батальона. А сотрудники районных администраций всегда находятся с ними на связи. На всех уровнях власти, безусловно, необходимо поддерживать такие инициативы, потому что это то, что людям действительно надо, что это неоспоримо. И мы будем это делать, будем поддерживать, будем помогать. Я продолжу объезжать территориальное общественное самоуправление. Когда такая масса пожеланий накопится, конечно, мы встретимся с председателем Совета ТОС, обсудим, возможно, поделимся опытом друг с другом и будем в дальнейшем это все использовать. Объединяют неравнодушных самарцев для работы над общим делом и помощи бойцам, которые стоят на защите нашей Родины, активисты ТОС Зубчининовский через мессенджеры. В группе ЗОВ уже 3700 человек и цифра ежедневно растет. Волонтеры поддерживают связь с военными для того, чтобы понимать, что необходимо доставить в зону СВО. Для того, чтобы каждый солдат ощутил тепло родного дома, заботу, внимание, любовь и искренне верил в то, что победа будет за нами. Ольга Павлова, Константин Галарин, События. Первый месяц 2023 года выдался малоснежным. Сумма осадков составила 28 мм. Это около 60% от январской месячной нормы. Однако, по прогнозам синоптиков, в первых числах февраля в Самаре вновь выпадет снег. Такая погода продержится минимум три дня. Подготовку города к новой порции осадков обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Актуальные задачи разбирали под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко. Сейчас на дорогах города активно расчищают приладковые зоны, освобождают ливневки от наледи. Также обрабатывают уличнодорожную сеть противогололедными реагентами и убирают снег с газонов. И по максимуму вывозят на площадки временного складирования. Также профильные службы готовят уборочную технику. К моменту снегопада все машины, имеющиеся у предприятий и организаций, должны оперативно ликвидировать последствия стихии на уличнодорожной сети, в общественных пространствах и на других вверенных территориях. Повышенное внимание в профильном департаменте обратили на очистку от снега автомобильных дорог на всю ширину. Порой сделать это мешают припаркованные автомобили. Специалисты просят самарцев не оставлять надолго транспортные средства на обочинах проезжих частей. Однако, как пояснил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин, эта проблема сейчас постепенно решается установкой дополнительных знаков запрета стоянки по четным-нечетным числам месяца. При нарушении с таких обозначенных участков на дорогах Самары ГИБДД совместно со специализированной организацией вправе эвакуировать автомобиль на штрафстоянку. На сегодняшний день на 94 улицах уже установлены дополнительные знаки. В 2022 году, в строительный сезон, мы установили знаки чет-нечет еще на 43 улицах. Поэтому работа планомерно ведется, но тем не менее проблематика остается. Там, где этих знаков нету, естественно, да, есть припаркованный транспорт. Мы уведомляем, отправляем ГИБДД заявку, что по таким-то улицам наблюдается тенденция, что знаки есть, а жители еще не привыкли. Муниципальный центр управления Самары в 2022 году отработал более 180 тысяч сообщений. Он был создан в конце 2021 года и работает сразу по нескольким направлениям. Взаимодействие с жителями в социальных сетях, сервисы обратной связи с горожанами, проведение опросов общественного мнения, информирование о деятельности муниципалитета и событиях в городе. МЦУ объединяет в единую базу горячие линии, социальные сети, мессенджеры и официальные письменные обращения граждан. Благодаря использованию современных систем обратной связи, таких как инцидент-менеджмент и госуслуги «Решаем вместе», МЦУ не только фиксирует и отрабатывает сообщения, но и анализирует массив комментариев, выделяя наиболее острые темы. В центре работают все районы администрации и профильные департаменты, которые, в свою очередь, тесно взаимодействуют с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями. Это позволяет оперативно реагировать на запросы самарцев и решать возникшие проблемы. Для того, чтобы сообщение попало в зону видимости платформы «Инцидент-менеджмент», достаточно оставить комментарий в городском паблике или на странице органа власти в социальных сетях. Система мониторинга автоматически зафиксирует сообщение. После обработки сообщения ответ поступит на той же площадке, на которой оно было размещено. Задавать свои вопросы можно не только в социальных сетях, но и, например, через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Для продолжения строительства станции метро «Театральная» и сохранения транспортного сообщения на перекрестке Галактионовской и Красноармейской планируют переустройство трамвайных путей. Технические условия муниципальным предприятиям ТТУ уже выданы. Вопрос на стадии согласования. Материалы заказаны. Сроки поставки необходимо увязать с проектом производства работ, поясняют в ГКУ Самарской области управления капитального строительства. График предстоящих работ станет известен в ближайшее время. В любом случае рельсы и шпалы планируют переместить с середины проезжей части ближе к тротуару. После переустройства специалисты гарантируют стабильное трамвайное сообщение в оба направления. Кроме того, переустройство линии позволит завершить вынос водопроводной магистрали. Как пояснил первый вице-мэр, вся работа по переустройству трамвайных путей займет около 14 дней. На время перекладки перекрытия не планируется. В период переустройства трамвай продолжит курсировать по старому полотну, затем специалисты пристыкуют существующие и новые рельсы. Сделают это ночью, чтобы не создавать неудобств для жителей. Напомним, минимизация неудобств для горожан остается одной из приоритетных задач. Однако на следующем этапе в районе будущего станционного комплекса все-таки потребуется временное ограничение движения на перекрестке Галактионовской и Красноармейской. Это необходимо, чтобы продолжить строительство станции метро Театральная. На участке возведут тягово-понизительную подстанцию. Пока намечены только предварительные сроки. При этом планируется, что и во время строительства подстанции трамвай продолжит курсировать уже по новой линии. Также предполагается, что временно на эту ветку будут перенаправлены трамваи, которые сейчас следуют по улице Фрунзе. Актуальные работы продолжаются в штатном режиме. В районе зоны строительства на Галактионовской рабочие заканчивают разработку стартового котлована. Также подготовка идет и в районе улиц Новосадовой и Полевой. Выполняется устройство ограждающих конструкций будущего стартового котлована, буросекущих свай. После окончания строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию Театральной подземка свяжет удаленные районы Самары с исторической частью города. Добраться можно будет всего за 20-25 минут. Интервал движения поездов метро может сократиться до 7-8 минут. Мы все очень ждем нового, огромного, важного события для жителей. Открытие нашей станции Театральная. Это прекрасное название, потому что это центр города, вокруг много театров. И, конечно, на метро с любой абсолютно точки нашего города можно будет добраться именно в культурный центр. Это наши прекрасные праздники, это наши великолепные театры, которые мы очень любим. Это выставки, да даже набережные с театральной площади от театров спуститься и прогуляться – это здорово. В 2023 году исполняется 100 лет со дня образования патрульно-постовой службы. В рамках подготовки к празднику сотрудники ППСП пригласили к себе на экскурсию курсантов Самарского лицея, государственной службы и правоохранительных органов. В полку побывала и наша съемочная группа. Система приближения такая, то есть от машины правонарушитель будет находиться на расстоянии 500 метров и будет видно в экране, как будто он стоит рядышком. И все его действия, плакат, как он разворачивает, противонарушение совершает, все это будет видно. Можете изнутри посмотреть, как он оснащен. На территорию полка патрульно-постовой службы высадился студенческий десант. Руководство управления МВД России по городу Самаре пригласило курсантов лицея, государственной службы и правоохранительных органов на экскурсию в полк ППСП. Подросткам не просто показали спецтранспорт и рассказали о его предназначении, но и разрешили посмотреть машины изнутри и посидеть за рулем. Очень интересно, очень хорошо рассказывали, интересные показали машины, провели экскурсию, очень интересно. Очень много нового, показали, как вообще выглядят сами машины изнутри, очень много. Почти все в процессе экскурсии делали селфи, а некоторые курсанты задумались о том, чтобы пойти служить в патрульно-постовую службу. Желание, да, конечно же, появилось, помогать своей родине, содержать порядок в стране. Понравилось, достаточно много интересной технологичной техники, которая помогает для, получается, поддержания порядка в стране. Вот, достаточно интересно было посмотреть, потрогать, полазить. В этом году патрульно-постовой службе исполняется 100 лет. Основная задача сотрудников ППС – охранять общественный порядок на улицах города, а также во время проведения массовых мероприятий. Регулярно сержанты и офицеры полка задерживают преступников. Только в 2022 году они выявили 802 преступления. Такие, как магазины кражи, это кражи имущества граждан, где похищались сотовые телефоны, сотрудники полка ППС задерживали по горячим следам, похищались транспортные средства, велосипеды. Мы принимали участие в выявлении таких составов преступления. Ежедневно, в зависимости от ситуации, на улицы Самары выходят 35-40 нарядов. Патрульно-постовую службу еще называют кузницей кадров. Например, ее сотрудников охотно берут в уголовный розыск. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Они всегда там, где нужна помощь и поддержка. Самарские студенты помогают тем, кто участвует в проведении спецоперации. Шьют теплые вещи, собирают гуманитарную помощь. А сейчас осваивают новый навык. Накануне Дня российского студенчества на площадках сразу нескольких учебных учреждений прошел мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей. Наша съемочная группа побывала на одном из таких занятий. Вот раз, так, вот сюда. Крупные стежки, выполненные лентой на сетке, появляются один за одним. На первый взгляд может показаться, что нет ничего проще. Но опытные мастера утверждают, чтобы сделать качественную маскировочную сеть, тренировке нужно уделить как минимум несколько дней. Как начинается плетение сети? Ставится задача, какая сеть нам сейчас нужна. Получаются вот такие ленты. Эти ленты разбираются по цветам. То есть определяется основной цвет. И сеть сначала рисуется. Вся работа выполняется строго по шаблонам, утвержденным Министерством обороны. Размеры сети, длина стежка, поворот ленты – каждая деталь требует пристального внимания. Руками Людмилы Жадановой изготовлены сотни маскировочных сетей, которые сейчас используют российские военные, находящиеся в зоне проведения спецоперации. Сегодня Людмила Борисовна проводит первую вводную лекцию для волонтеров Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Уроков, на которых студенты-волонтеры узнают обо всех секретах и тонкостях искусства плетения, будет несколько. Пока очень сложным кажется. Ну, вот по виду так легко вроде, а когда, думаю, возьмусь, ничего не получится сначала. Рассчитываю хотя бы попытаться и не опустить руки для начала. Так как мы студенты, я думаю, что наша помощь все равно как-то полезна. Реально хотя бы вот. С первых дней специальной военной операции студенты колледжа сервисных технологий и дизайна помогают армии. Их руками сшито большое количество вещей, которые сегодня греют наших военных. Не забывают и о моральной поддержке. Студенты регулярно пишут трогательные послания для военнослужащих в рамках акции «Письмо солдату». 25 января – день студента. Я считаю, что студенты в плане социальной активности, добровольчества – это одни из самых передовых вообще людей в обществе. Поэтому мы в этом году решили стартовать новую акцию в продолжении работы нашего волонтерского центра «Мы вместе». Маскировочные сети, изготовленные волонтерами в рамках областного патриотического марафона за Россию, проверят в отделе технического контроля. Изделия, которые будут выполнены безукоризненно, отправят в зону проведения СВО. Мастер-классы по плетению маскировочных сетей также пройдут в Самарском государственном университете путей сообщений и в Самарском юридическом институте ФСИН. Александра Гусева, Сергей Баскин. События. 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Он призван признать особый статус тех, кто занимается преподавательской деятельностью и отдать дань уважения их труду. В Самарском университете имени академика Королева прошла встреча студентов-волонтеров с их наставником. Ребята поделились друг с другом опытом, выслушали советы и рассказали нашему корреспонденту о том, почему решили заниматься добровольческой деятельностью. Волонтер – это состояние души, уверена студентка Марина Абрамова. Добровольческой деятельностью занимается с 2016 года. Начинала с участия в патриотических акциях, а потом расширила сферу деятельности. Марина говорит, волонтерство открывает для нее новые возможности. Благодаря волонтерству я могу побыть в роли повара, в роли куратора, я могу посетить спортивные мероприятия, может быть, какое-то культурное, да даже научную конференцию, от которых я так далека. Поэтому волонтерство – это отдельный волшебный мир, который я хочу, чтобы попробовался на себе абсолютно каждый человек. Анастасии Сабаниной нравится дарить радость и позитив. Девушка осваивает важное направление добровольчества – донорство. Из-за ограничений в весе сама кровь не сдаёт, но помогает правильно подготовиться к процедуре другим. Говорит, что от эмоционального состояния человека зависит многое, поэтому важна поддержка. Подготовка – это очень важный этап в жизни донора, так сказать. Если он правильно подготовится и будет себя хорошо чувствовать, он будет в положительном эмоциональном состоянии, то это намного улучшит его состояние и после донации. Встреча волонтеров и их наставника, которые собрались в Самарском университете имени Академика Королёва, приурочена ко дню студента. На ней обсуждалась и программа мобильности. Она позволяет ребятам участвовать в крупных всероссийских и международных событиях – образовательных стажировках, главная цель которых – обмен опытом и получение новых знаний. Волонтеры не только помогают, но при этом они еще и получают очень много для себя. Они учатся, как с кем-то разговаривать, как подойти к тому или иному человеку, как с документами поработать. Дорогу и добра важно идти с опытным наставником, который в случае необходимости поддержит советом или подставит надежное плечо. Напомним, 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Такие встречи будут проводиться на регулярной основе. Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Сегодня заканчиваются третьи лунные сутки. Молодая луна, которая сейчас установила господство в ночном небе, многим не дает уснуть. Как противостоять воздействию ночного светила в нашем сюжете? Человечество всегда интересовало небо. Но если сегодня небесные села изучают наука, в далекие времена человек познавал окружающий мир посредством наблюдений и собственных ощущений. Во многих культурах такие мощные светила, как солнце и луна, всегда занимали особое место. И если значение солнца давно всем известно, то вот с луной все не так просто. Вера в то, что луна может влиять на настроение, здоровье, дела человека и даже урожай, жива по сей день. Я по лунному календарю живу. Сейчас вот лунный календарь просто купила, как среду. Почему? Потому что все, что есть на белом сети, все влияет на нас. Влияет, даже так скажем. Не просто может влиять. Все имеет значение. Луна в том числе. Луна вообще очень сильный, мощный, так скажем, влиятель. На мое настроение, на сон особенно влияет. Полнолуние я, например, заснуть не могу. Заметила такое, да. Появление бессонницы плохого настроения в период полнолуния – явление нередкое. По словам самарского астролога Екатерины Бусыкиной, луна действительно воздействует на человека. В зависимости от лунной фазы расположения, которое она заняла на небе, мы можем испытывать прилив энергии или, напротив, спад жизненных сил. Особенно 9, 19, 29 лунные сутки – это темные лунные дни, когда у человека появляется плохое настроение, он негативно реагирует на всякие разные новости. То есть он более остро воспринимает все процессы в течение этих суток, в течение этого дня. И также полнолуние, естественно, тоже очень сильно эмоционально влияет на людей. Для астрологов то, что полнолуние способно влиять на сон, не вызывает сомнений. Одно из самых простых и популярных объяснений связано с гравитацией Луны, которая контролирует приливы океанов – самых больших водных резервуаров на планете. Сам человек в среднем на 60% состоит из воды, и потому так же, как и вся вода на Земле, зависим от влияния лунных фаз. Медики согласны с этим утверждением лишь отчасти. На сон человека влияет практически все. Конечно же, геомагнитное поле Земли влияет, изменяемое вследствие изменения взаимодействия с другими планетами, в том числе с тем спутником Луной, о котором мы сейчас говорим. Но сказать, чтобы мы работали с какой-то конкретной патологией, которая связана именно с лунным циклом, конечно же, такого нет. О том, что изменение магнитного поля влияет на работу головного мозга, известно давно. В Институте высшей нервной деятельности ведутся разработки устройства, которое позволило бы с помощью изменения магнитного поля улучшить качество сна. А пока спастись от бессонницы можно с помощью простых ритуалов – почитать перед сном книжку, выпить ромашковый чай или принять горячую ванну. Александра Гусева, Николай Сидоров, Сергей Баскин, Максим Гусев. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале администрации Самары Вести с Дворянской рассказывают, какие пространства преобразятся в Красноглинском районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2023 году. Администрация Красноглинского района заключила контракт с подрядной организацией. Ожидается, что сезон благоустройства стартует с наступлением благоприятных погодных условий. В Красноглинском районе будут обновлены дворовые территории по следующим адресам. Поселок Управленческий, улица Кузнецова, 13, улица Копсевская, 7, улица Крайняя, 22. В перечень работ входит обновление асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуарных дорожек, расширение парковочных карманов. Помимо этого, жители выбирают новые детские и спортивные площадки с безопасно прорезиненным покрытием. Департамент транспорта Самары в своем телеграм-канале напоминает, что горожане могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». На основе собранных предложений из 88 территорий будет сформирован топ общественных пространств для рейтингового голосования. По его итогам, территории победителей комплексно благоустроят с учетом мнения жителей в 2024 году. Предложения принимаются до 30 января по телефону, указанному на экране, а также по адресу Коммунистическая, 17А, с пометкой «Комфортная городская среда», либо на официальном сайте Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, номер контактного телефона, наименование общественной территории. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки напоминают, что идет прием заявок на награждение почетными знаками городского округа Самары за заслуги в воспитании детей и за самоотверженность. Знаком за заслуги в воспитании детей награждаются родители, либо законные представители, не имеющие судимости, проживающие в Самаре, воспитавшие или воспитывающие двух и более детей в возрасте от 7 до 18 лет включительно, имеющих достижения в учебе, работе, спорте, творчестве, науке и искусстве. Знаком за самоотверженность награждаются жители, проявившие высокую сознательность, мужество, отвагу или совершившие самоотверженный поступок в условиях, сопряженных с риском для жизни. Ходатайство и комплект документов о награждении кандидата почетным знаком направляются к главе Самары и председателю городской думы до 1 марта. На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи.